Добрый день, Александр Григорьевич. Меня зовут Татьяна Анатольевна. Я работаю на этом предприятии больше 30 лет. Я бы хотела поблагодарить вас от лица всего нашего коллектива. Спасибо вам за оказанную поддержку нам. Мы не только построили этот завод, мы сохранили наш коллектив. И вы сами это видите. Не только сохранили, вы преувеличили. Это хорошо. Много за... И поэтому большое вам огромное спасибо. И, конечно же, модернизация косносится не только нашего предприятия, но и Светлогорский ЦКК, Борисов Древ, Витебс Древ, Речица Древ. Основным сырьем как нашего предприятия, так и данных предприятий является древесина. И у каждого из нас задают вопрос, достаточно ли древесины в нашей стране. Ведь мы хотим успешно работать и для всей экономики нашей страны, чтобы это было прибыльно и наша страна процветала. Спасибо большое. Татьяна, с чего я начал разговор со специалистами. Вопрос. Мы используем древесину, осину и березу. Так у вас. В Светлогорске хвоя. Я задаю вопрос. Мы увели эти мощности. Мы все переработаем? Вы же посмотрите, как этот вице-премьер говорит. Александр, посмотрите, какой хлам мы перерабатываем. Ну, действительно, в такую доброту. Я у него спрашиваю, мы все переработаем? Нет. Сколько? Три миллиона кубометров у нас перестояло вот этой древесины. Три миллиона. Вы перерабатываете всего пятьсот тысяч, полмиллиона. А нам надо перелопатить то, что перестояло. А к этому же времени подойдет еще береза и осина. Лиственные быстро растут. То есть, вся проблема не в том, что не хватит. Нам надо создавать дополнительно мощности, чтобы выхватить из лесу то, что может пропасть. Я уже это проходил два года тому назад. Вы помните, наверное, когда пригласил начальника, он сказал, семь пилетных заводов должно в Беларуси быть построено. На меня смотрят, что за год? Я говорю, да, за год. Построили десять. И сегодня с руками и ногами забирают все с колес. И цены приличные на этот мусор, который мы превратили в топливо. Встал вопрос, что будем делать дальше? И вот в ближайшее время мы там встретимся в Минске, и правительство мне доложит, как будем углублять переработку, чтобы полуфабрикат не продавать, как будем строить новое предприятие. Есть и иностранцы, которые готовы к нам прийти, то есть деревообработки быть. Мы модернизировать, обрабатывать все предприятия, многому научились. И когда я задаю вопрос, мы сможем такое предприятие сами построить? Нет вопросов. Поэтому, Татьяна, не переживайте. Нам не хватает вот таких заводов, чтобы переработать перестоявший лес. Спасибо большое. Добрый день, Александр Григорьевич. Меня зовут Наталья. Я мать троих сыновей. Не похоже. Мой старший сын скоро будет заканчивать в Гомельский областной лицей. Мы читали о изменениях в форме выпускных школьных экзаменов и ЦТ. Будет ли объединен этот экзамен? И если будет, то когда? Спасибо. В ближайшее время мной будет принято решение окончательно. Вы, наверное, видели по телевизору. Мы недавно собирались, обсуждали эту проблему. У меня был ряд вопросов. Я попросил Министерство образования, администрацию президента правительства доработать проект указа по приему вузы и так далее. И вообще систему образования. Ее надо совершенствовать. Что касается вашего конкретного вопроса, с 2023 года у нас будут два, по-моему, экзамена объединены. Школьные и централизованное тестирование. Да. Мы объединим некоторые экзамены. И если вы будете поступать по профилю, допустим, вот, чтобы работать на таком предприятии, скорее всего, это химия. Вы сдадите одну химию, а остальные у вас будут централизованное тестирование за школу и объединенное там по математике или что. То есть мы немножко хотим снять нагрузку с детей. Спасибо. Добрый день, Александр Григорьевич. Зовут меня Евгений, и я главный инженер данного предприятия. Главный инженер? Да. А сколько тебе лет? 28. Ну, даешь ты, а. Молодец. Спасибо. Недавно в интернете прочитал новость, что планируется отменить льготу на налог на недвижимость для владельцев квартир. Конечно же, из нас, присутствующих, этот вопрос интересен, и чего греха таит, даже волнующий. Александр Григорьевич, так ли это, и стоит ли нам о чем-то волноваться? Значит, такой вопрос рассматривается в правительстве, ряд вопросов. Из чего это исходит? Все время бизнес, до выборов еще жаловались на то, что очень сложное налоговое законодательство. Я поручил в правительстве, чтобы вернулись к этим вопросам и сделали простое налоговое законодательство. Понимаете, оно совсем простым не будет. На то и налоги, и надо быть экономистом и бухгалтером для того, чтобы это все вычислять. Но там, где можно упростить, надо упростить. И вот посмотреть другие направления, где-то подшлифовать. Вот решили отрегулировать законодательство. В том числе обсуждался вопрос. На селе у нас платят и за землю налог, там недвижимость и прочее. А город как-то остался в стороне. Обсуждается и этот вопрос. Я не знаю, какие там ставки, но это будет мизер. И почему мы еще взялись за налоги? Дело даже не в справедливости. Я вам только что упомянул, на конец года 2 миллиарда долларов непредвиденных расходов, чтобы спасать людей. У нас же бесплатная вакцинация, у нас бесплатное лечение от ковид. Я не хочу сказать, что у нас идеально все. Но по сравнению с другими, как оказалось, неплохо. Но это большие деньги. Поэтому, ну если 9,5 миллионов человек у нас заплатят по одному доллару, это 9,5 миллионов долларов. Знаете, по большому счету это ничто. 9,5 миллионов, если мы 2 миллиарда потратим только на лечение. Но за эти 9,5 миллионов мы что-то можем купить. Будет ли это вообще, это еще вопрос. На мой уровень вопросы не вносились. Мы не ставим перед собой целью увеличить налоги. У нас они и так высоки. У нас высокие налоги. Ну у нас нет нефти и газа. Поэтому налогооблагаемая база и налоги приличные. Поэтому всегда встает вопрос, как их уменьшить. Я не думаю, что это будут какие-то большие налоги, если они будут вообще. Но вопрос такой рассматривался. Сегодня очень гордимся тем, что ввели этот завод. Он один из последних, так получилось, в той плеяде заводов, которые мы построили за последние 15 лет. И те успехи, которые сегодня мы вам докладывали, это следствие тех непростых решений, которые были приняты по модернизации. И в основном таких вот заводиков в малых и средних городах. И сегодня люди обеспечены работой, хорошей заработной платой, выполняются на достойном уровне все показатели финансово-хозяйственной деятельности. Вы знаете, в этом году нашему концерну исполняется 30 лет. И возновление 30-летия мы учредили нагрудный знак. Наградиш. Да. Александр Ильич, он так и называется, за личный вклад в развитие отрасли. Спасибо. Вы как никто. Спасибо. Ну, носить я его не буду, а в музее, во Дворце независимости обязательно размешу. Спасибо, Александр Ильич. Мы также подготовили книгу. Это я там, да? Да. Ясно. Да, здесь все фотографии, как все строилось, как модернизировалось. Александр Ильич, если у вас будет возможность, обязательно знакомьтесь. Спасибо. Огромное вам спасибо. Уважаемый Александр Ильич, примите в дар от нашего коллектива. Это твоя старая фабрика? Да. Я так и понял. Историческая часть, которую мы сохранили и вот перенесли на картину и дарим. Мы тоже хотим, чтобы она висела у вас. Ну, давайте, давайте, ребята. Это действительно уникально, что вы это сохранили. Очень важно для наших специалистов, проектантов, художников, чтобы, проектируя здание, они делали вот так. Поэтому хорошо, что вы как раз этот фасад сохранили. Вы уже мне об этом говорили как-то раньше. Молодцы, что это сделали. Спасибо большое за подарки. Это не значит, что вы уже со мной рассчитались. Потому что, ну, слушайте, 350 миллионов долларов за одну картину, я вам скажу. Поэтому вы мне должны только одно. Сохраните предприятие. Работайте и живите дружно. И вот тогда со мной рассчитайтесь. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.